Производительность данного ВЗУ 12-11-12 тысяч кубометров. Станция водоподготовки установлена на сегодняшний день. Я в сутки буду говорить все на 9,5 тысяч кубометров. Это то, что сегодня можно пропустить, очищенной воды подготовленной. Депутат Мособлдумы от «Единой России» Дмитрий Голубков проинспектировал работу Звенигородского водозаборного узла. ВЗУ номер 4 – частный водозабор, который питает Звенигород, был построен в 2011 году и состоит из пяти скважин. На качество его водоснабжения неоднократно жаловались жители микрорайона Супонева. Помимо общей проблемы, превышения норматива жесткости питьевой воды, у каждого дома есть еще ряд своих. Допустим, возьмем воскресенье прошедшее. У нас в микрорайоне в четырех домах были проблемы, а у нас всего их 15. В восьмом доме ржавая вода. Буквально каждое воскресенье, как только купать детей, идет ржавая вода. Третий и первый корпус – то же самое. В шестом корпусе нет горячей воды. В рамках рабочей поездки Дмитрий Голубков совместно с заместителем главы Одинцовского округа Михаилом Каратаевым провел встречу с инициативными жителями микрорайона и ответственными службами. Изучили анализы воды, которые показали, что уровень превышения металлов незначительный. Жесткость, она вся находится в районе семерки. Вот здесь жесткость. Ну, по верхней границе плюс-минус. То есть, тут нет кратного какого-то превышения. Нет, абсолютно. То есть, мы собрали все анализы, которые были, проанализировали. Самое большое, которое есть в анализах – это 7,9 жесткость. При нормативе 7 и погрешности измерения 1,1. Проблему с жесткостью ресурсная организация планирует решить путем установки дополнительных нейрусов – систем экологической обработки. На ненадлежащее качество водоснабжения депутат обратил особое внимание и поручил руководству ВЗУ решить этот вопрос, не затягивая. Если жители будут недовольны, мы-то будем тогда искать какие-то другие подходы. Вы либо решаете проблему сами, чтобы я об этом больше не слышал. И меня интересуют технические мероприятия, которые будут проведены. То есть, какое оборудование будет установлено, когда будет установлено, сколько вы планируете на это дело инвестировать и в какие сроки. По итогам встречи приняли решение промыть сети водоснабжения после окончания отопительного сезона. Если же это не решит проблемы, приступить к обустройству новой скважины.